Нечего на тарифы пенять, если проголосовали криво. Примерно так можно выразить суть листовок, которые попали в подъезды правобережья, якобы от Единой России. Возмущенные красноярцы стали звонить в редакцию новостей 12 канала. Вот текст листовки. Ваши жалобы на повышение тарифов рассмотрены и признаны необоснованными в связи с тем, что в нашем регионе отмечен недостаточный уровень голосования за Единую Россию. А вот в Дагестане, Ингушетии и Мордовии за ЕР голосовали хорошо, почти стопроцентно. Потому там за тепло, воду и свет жители платят вдвое меньше, чем красноярцы. Все эти данные с таблицами в листовке, которую 25-летний Сергей обнаружил в лифте дома. Сообщение якобы от самой партии, хотя очевидно, что сделана листовка кустарна. Даже телефоны отделения не указаны. Но возмущенный Сергей уверен, в каждой шутке... Я вот даже частично этой записке верю. Судя по тому, что творится в стране, и судя по тому, что творится в системе ЖКХ, то этому можно в принципе верить. Хотя бы процентов на 50, но можно верить. Политолог Сергей Комарицын подтвердил, листовка полная профанация. Более того, ни единороссам, которые сами и настаивали на повышении тарифов, ни их оппонентам она не выгодна. Красноярский электорат привык к лобовым выпадам оппозиции. Такой наезд на правящую партию горожане вряд ли поймут. Судя по реакции наших телезрителей, политолог прав. Скорее всего, это чья-то личная инициатива. Кто-то хотел просто повеселиться. Поскольку это кустарное производство, сделано на ксероксе, я думаю, маленьким тиражом. То это просто, я думаю, чей-то такой юмор. В региональном отделении «Единой России» говорят, отношения к листовкам не имеют. Здесь уверены, это дело рук Навального. Такие же записки уже ходили по подъездам других российских городов. Такие листовки появились еще в июне 2012 года. И мы нашли источники, это сайт Навального. Конечно, очень бы хотелось, чтобы жители Красноярского края воспринимали это действительно как провокацию. Провокацию для того, чтобы создать напряжение среди населения. Представители партии говорят, нет никакой связи между итогами выборов в декабре 2011 и нынешним ростом цен на услуги ЖКХ в отдельных регионах. Политологи соглашаются, но параллели все же напрашиваются. Наши соседи Кемеровской области обеспечили ЕР результат выше нашего. И тарифы там поднялись не так сильно, как в крае. Продолжение следует...